Учиться никогда не поздно, особенно новом, актуальном на рынке труда профессии. В Самарском университете прошел круглый стол на тему «Государственное содействие человеку труда. Решение социальной задачи инструментами дополнительного образования и профессионального обучения». Встреча была организована при участии Национального исследовательского Томского государственного университета. Участники дискуссии рассматривали различные пути решения социально-экономической задачи, которую поставил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в послании к депутатам Самарской губернтской думы и жителям города. Глава региона подчеркнул, что за последние пять лет уровень безработицы снизился в два раза. Однако нужно продолжать улучшать этот показатель. Оказывается, у нас предложение по работе во много раз превышает количество имеющихся безработных. Причина прежде всего в том, что у нас нет необходимых компетенций у нуждающихся в своей работе, которые сейчас востребованы заказчиком. Сегодня у отдельных категорий граждан есть возможность бесплатно получить образование или повысить квалификацию. Таким правом могут воспользоваться пенсионеры, безработные, неработающие матери дошкольников, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. В Самарском университете имени Королева они могут пройти обучение по программам федерального проекта «Содействие занятости» в рамках национального проекта «Демография», а также в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» проекта «Код будущего». Первое направление – это уже взрослое население, те, кто имеют какую-то подготовку, имеют специальность. Наша задача их переобучить, по сути, подготовить их к новой профессии. В этом году у нас закончили программу уже 200 человек. И в качестве примера могу привести такие программы, как «Ландшафтный дизайн», «Оказание медицинской и социальной помощи», «Основы юриспруденции» и «Дело производства». Университет работает и с молодежью. Современный тренд – это цифровая экономика. Учащиеся в 8-11 классах, а также студенты колледжей, могут начать бесплатное обучение IT-специальностям, научиться создавать сайты или освоить искусство киберспорта. Занятия проходят в дистанционном формате. По словам специалистов, важно рассказывать о том, что в Самаре есть возможность бесплатно получить новую профессию. Университеты – это голоса, это сердца регионов, это места аккумуляции знаний, передовых компетенций, это места, которые развивают и двигают науку вперед. Поэтому здесь, конечно, очень важно, чтобы вот эта история с комплексным информированием, с этим комплексным воспитанием, привлечением граждан к различным федеральным проектам, она была всесторонняя. Сейчас доступны проекты, которые полезно освоить каждому. Например, те, что помогут научиться ориентироваться в управлении домами. Жить в частном доме или на квартирном доме – разница небольшая. Вам нужно подключить газ, вам нужно развесить вопросы с коммунальными ресурсами, элементарно с начислениями, как это проходит. Это первый момент. Но есть и различные много программ, в которых можно участвовать. Они могут быть от некоммерческого фонда или могут быть от коммерческих структур, где те же самые старшие по домам, инициативные собственники, могут получать благо для своего дома. Участникам такие проекты дают возможность найти новую работу или повысить свою правовую грамотность. А образовательным учреждениям – скорректировать учебные программы под запросы рынка труда. Ксения Баканова, Игорь Казановский. События.